Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале Мы с Твиксиком в деревне. Это видео снято где-то неделю назад, но все эти материалы у меня остались в телефоне, и я решила все это перевести. А точнее, сверху озвучить на русском языке и выложить еще и на этот канал, потому что эти влоги вы смотрите. Правда, на них не так много просмотров, как хотелось, но все равно. Я решила все, что есть в моем телефоне, перевести на русский язык и уже удалить с телефона. Следующий мой айфон обязательно будет на 1 терабайт, потому что очень не хватает памяти. Плюс еще видео я начала сохранять в формате 4К, это, естественно, больше места требует. Ну и всякие фоточки, твиксы, не знаю, то, что мне понравилось, все у меня до кучи лежит в телефоне. А наше сегодняшнее утро началось с чашечки горячего чая. Уже второй день я нахожусь в деревне, взяла с собой абсолютно все, но забыла самое главное. Скошенную кисточку для оформления кончика бровей я оставила дома, замечательно. Кстати, вот этот тональный от NYX я закончила просто на все 100% и отправила в пустые баночки. В конце года обязательно сниму вам. Мукбанки тоже время от времени постараюсь для вас выкладывать, но влоги будут постоянно. Ну, пока, естественно, они не закончатся, вот за сегодняшний день я перевела аж 4 влога. В деревне очень пыльные, обязательно я наношу SPF, потому что у меня закупориваются поры из-за пыли, поэтому тонально нужно обязательно наносить. В противном случае у меня опять появляются высыпания. Раньше на протяжении долгого периода распределяла тон по лицу чисто пальцами, и я считала, что это самый удачный способ. Потом как-то решила заказать себе сет, и в этом сете кисточек был также спонжик оригинальный от Real Techniques. Даже нет, по-моему, в этом наборе было аж 2 вот этих спонжика, и я была в восторге от них. То есть я начала ими пользоваться просто потому, что они входили в комплект, и так до этого я никогда не пользовалась спонжиками. Но кисточки, кстати, мне не очень нравятся, чтобы распределить тон, а спонжиком получается очень равномерный, и самое главное, не очень плотный тон получается на лице. В общем, с тех пор теперь я распределяю тон только спонжиком. Но они у меня пачкаются, и потом никак я не могу отмыть. Возможно, кто-то из вас знает, как отмыть спонжик. Может быть, стираль на машине его простирать, или время от времени просто нужно их менять. В общем, пишите в комментариях. Ну а брови у меня вот такие. Половина бровей есть, половина нет, и опять делать перманент я не собираюсь. Я, наоборот, считаю, что это очень неудачная процедура, которая мне не подошла. Ну, в общем, миллион раз я вам про это говорила. Я просто, в свою очередь, дорисовываю кончик, которого у меня нет, тенями, и все, не заморачиваюсь по этому поводу. Также я здесь рассказываю про то, что я продаю свою камеру Canon 700T, но я ее уже продала. Я не ожидала, что настолько быстро я смогу ее продать. Уже на мукбанке вам рассказывал, но вдруг кто-то не видел мукбанк, расскажу еще раз. В общем, у меня есть две камеры, еще плюс телефон, и в последнее время очень много контента я снимаю на телефон. Этот влог, кстати, тоже снят на телефон. Плюс еще даже свой телефон я планирую обновить, мне нужно больше памяти, поэтому не знаю, стоит ли брать 16-й iPhone или подождать еще немного и купить 17-й. Потому что, признаться честно, каждый код менять iPhone я смысла особо не вижу, даже если у вас есть деньги. То есть, даже если для вас это несущественная сумма, разница между, например, 14-м и 15-м iPhone я почти не ощутила. Сейчас у меня 14 Pro Max, а до этого я ходила с 11-м, вот тогда разницу я почувствовала. Опять же, это чисто мое мнение, я считаю, это немного нецелесообразно каждый код менять себе iPhone, а раз в 2 года или в 3 года это норма. Это чисто база, девочки. И это еще учитывая тот момент, что я блогер, и телефон для меня это просто неотъемлемая часть моей работы, несмотря на это, я все равно считаю, что слишком часто менять телефоны смысла особо нет. У меня у знакомой 15 Pro Max, я посмотрела, в принципе, он снимает так же, как и мой телефон. То есть, я как бы особо разницы не почувствовала. Но 16-й я ни у кого не видела. Если я уверен, что разница ощутимая, существенная, то, наверное, поменяю на 16-й. Если же нет, будем ждать 17-й. Мне очень понравился 16-й именно розовый, он настолько красивый. С другой стороны, я думаю, если покупать, покупать прям самую навороченную версию, но как мне нравится дизайн просто 16-го, он настолько красивый. Пока что, к сожалению, ни в одном магазине техники айфоны не представлены, то есть 16-х пока что нигде нет, и затестить тоже нет возможности. Также непонятно, какая цена будет с нашими этими таможенными пошлинами. Даже порой обидно видеть цену на официальном сайте, потом цену у нас в магазинах, насколько большая разница. Но в любом случае люди покупают, и, естественно, продажи будут. Ну а так, если бы у этого телефона была бы максимальная память, я бы даже не задумывалась насчет 16-го. Просто дело в том, что, например, старые влоги мне приходится удалять, чтобы снять новые, чтобы было свободное время. Также я в Телеграме подписана на очень много блогеров. Они постоянно выкладывают контент, и, следовательно, это все попадает на мою память, и памяти в телефоне почти не остается. Так что, мои хорошие, вот такие вот у меня дела. Пока я спала, каждый раз у меня отваливается с какой-то руки бантик, который я приклеивала на обычный гель. Потом я приклеила на полигель, и уже где-то дней 10 у меня эти бантики держатся просто железобетонно. Вот в такие моменты я думаю, как же хорошо, что у меня есть аудитория. Я всегда могу что-то спросить, спросить совета, поинтересоваться о чем-то. Как раз-таки, следуя вашим советам, приклеила на полигель, и вопрос решился. Я всегда сплю на втором этаже, мама всегда на первом, мы уже привыкли, да. И мое окно со второго этажа прям смотрит на соседей, и с утра начал играться, кричать малыш соседский, и он был как будто у меня дома. Помните, я вам всегда рассказывала о том, что я хочу частный дом, чтобы не было крика соседей. Вот я поняла, что обязательно нужно брать большой участок и строить дом посередине этого участка. При таком раскладе, как у нас, справа соседи, слева дорога, никакого спокойствия не найти. Так что частный дом, это не всегда про комфорт, потому что соседи встают рано, ложатся рано, и поэтому нужно следовать их режиму. Ну или, например, как моя подруга, жить на последнем этаже, вообще никакого шума от соседей нет, живешь просто как в район. Я подмела просто весь двор под навес, просто все снимать не стала, сняла просто немножко части вот отсюда. Фиксик у нас просто как в раю, мы когда обратно уезжали, он вовсю сопротивлялся, не хотел возвращаться назад. Но его тут понять, конечно, можно, есть где погулять, есть с кем пообщаться, а что делать в городе. У меня подруга меня спрашивает, вот в деревне, что за влоги ты будешь снимать, из чего ты будешь делать контент. На самом деле можно делать контент абсолютно из всего. Вот этот влог, кстати, яркий пример этого. Мой день реально прошел абсолютно скучно, ничего интересного, но я просто показала свою обычную, обычную жизнь. Вечером я просто лазила на маркетплейсах и покидала в корзину вещи, которые я хочу заказать. И даже это я решила запечатлеть и показать вам в конце видео, посмотрите, что я там залайкала. То есть в моих влогах нет абсолютно никакого сценария, вот что я делаю по жизни, то и снимаю. Если я просто лежу, об этом и говорю вам. Вчера вечером я просто пролежала, ничего не делала. После того, как я подмела весь двор, я решила приготовить пиццу, потому что это моя короночка, мое любимое блюдо. Скупой платит дважды, это чисто про меня. В прошлом году мы купили духовку, и я даже вам ее показывала. Так как в деревне мы бываем крайне редко, и эта духовка будет использоваться в год там пару раз, мы решили взять самую бюджетную. Прошлым летом, получается, мы ее купили, и в этом году она уже не работает, верхняя спираль почему-то сломалась. Карантии на нее особо не было в этом магазине, почему мы так и не поняли, но сейчас мы поняли, почему не было. Слава богу, для пиццы верхняя спираль нам была и не нужна, поэтому мы ее приготовили. А что будем делать в дальнейшем, если захотим сделать пирог или, например, хлеб, уже непонятно. В общем, еще одна бесполезная покупка. После этого мы с мамой договорились, что технику уже не будем покупать настолько дешевую, и даже если мы покупаем для деревни или для квартиры, которая сдается, все равно будем покупать что-то более-менее стоящее. А несмотря на все эти аспекты, пицца получилась просто невероятно вкусная. Вообще, я очень люблю нашу пиццу, не то что я себя хвалю реально, она намного вкуснее, чем в пиццерии. Рецепты обязательно оставлю в описании под видео, переходите и смотрите. Я просто уверена на сто процентов, пару раз приготовите и уже в пиццерии заглядывать не будете. Ну, в общем, день у меня был просто ни о чем. Я поднялась на второй этаж и решила, что буду прибираться, выбрасывать то, что мне не нужно. Немножко полазила, поняла, что все нужно, ничего выбрасывать я не хочу и просто начала лежать. Короче, день такой лентяй. В общем, нашла свои книжки еще с 11 класса, и вот, кажется, обычные книги. Возможно, вам кажется, они просто обычными книгами, но для меня это такая ностальгия. Казалось, это просто было вчера, сколько времени прошло. Это наша жизнь, которая проходит и становится немножко даже грустно. А это я маленькая еще в начальной школе. Посмотрите, как я поменялась. На мой взгляд, я очень изменилась. Особенно, посмотрите, на мои брови. У меня чисто такая мазда. У меня были такие сросшиеся брови, и у меня был жуткий комплекс по этому поводу. Слава богу, я начала очень рано выщипывать брови, и от этого комплекса я избавилась. Но все эти вещи мне прям, знаете, как будто машина времени отправила меня назад. Когда я училась где-то в 11 классе, было очень модно носить несколько браслетов вместе. Ну, типа, такая рука вся в браслетах. И у меня дома был бисер, и я себе смастерила два вот таких огромных браслета. И просто я несколько раз наматывала их на руку, и получалось очень даже красиво. От них даже запах моего 11 класса. Жалко, что через видео вы не чувствуете эти запахи. Короче, немножко поностальгировала, полазила в шкафу, и поняла, что вообще ничего не хочу делать. И начала лазить на маркетплейсе. Кое-что заказала, сейчас вам покажу. На тему просто покидала все в лайки, в корзину, но ничего не заказала, потому что все позиции были дороже, чем я видела их ранее, поэтому заказ совершать я не стала. Ну, а что мне понравилось, сейчас вам подробно покажу. Как всегда, ссылку на скачивание и тему я обязательно оставлю внизу в описании под видео. Скачав по моей ссылке, вы можете получить пакет купонов в размере 100 долларов. Вы частями можете использовать этот пакет купонов. Ну и также обязательно при первом заказе, если вы после скачивания в течение 24 часов сделаете свой первый заказ, обязательно используйте мой промокод, его тоже я укажу внизу под видео. Он дает дополнительную 30% скидку, плюс еще ко всем этим плюшкам. Вот эти шорты, юбка, мне очень понравились, их можно носить с колготками и сапогами зимой, я думаю, будет смотреться очень даже круто. Знаете, что я замечаю? Под моим азербайджанским каналом никогда невозможно найти комментарии, что у Айки нету вкусов, Айка не умеет сочетать вещи между собой. Вы просто чисто для интереса можете зайти на мой азербайджанский канал и убедиться в этом. Но на этом канале я часто вижу подобные комментарии, следовательно, я делаю вывод. В разных странах вообще разные взгляды на моду, люди одеваются по-разному, по-разному сочетают вещи. И это абсолютно нормально, я могу не оценить ваш лук так же, как и вы мой. Поэтому подобные комментарии просто перестали меня как-либо задевать, я поняла, в чем смысл. В общем, последнее время я просто потела на микросумки, мне очень хочется купить эту. Это не настолько маленькая, как я заказала до этого, обязательно придет и вам покажу. Также мне понравилась вот эта, она тоже миниатюрная, но я думаю, в нее поместится телефон хотя бы. С каждым годом сумки мне нравятся все меньше и меньше. Когда я училась где-то в 10-11 классе, наоборот, было модно носить с собой просто огромные сумки, в которые поместится абсолютно все. Сейчас мне, наоборот, нравятся очень маленькие. Также мне очень понравился этот пиджачок, но, к сожалению, я его видела за 48, а сейчас он стоит 53, поэтому, так как цена выросла, я жду на него скидки. Я его изначально увидела по минимальной стоимости, не купила, а потом цена выросла, и вот я сижу, жду, когда же опять будут скидки на этот пиджачок. Позавчера я выкладывала видео, как я делаю сама себе гейлак, использую термогейлак, и, в общем, всем он понравился, и мне тоже, и в использовании тоже классно смотрится, поэтому я выбрала еще один. Просто пока что не определилась цветом, и также я хочу себе купить увлажнитель воздуха для зимы. Скоро на постоянной основе у нас будут работать обогреватели, поэтому нужен увлажнитель воздуха, мне понравился этот, и по дизайну смотрится круто, поэтому хочу его заказать. Увлажнитель воздуха я тоже заказывать не стала, просто все вбила в фейворит, и решила перейти на Trendyol, как раз-таки на Trendyol были скидки. В общем, я заказывала себе подобную штуку на тему, и там оказалось гораздо дешевле, но она оказалась очень некачественная, дурацкая, поэтому я решила взять в проверенном месте на Trendyol, потому что у меня подруга заказывала такой же, и он был очень мощный. Еще взяла вот такой вот аромат от Revolution, хотя совершенно не слушала этот аромат, не знаю, понравится или нет. Но я в этом плане немного разносторонний человек, мне нравятся разные ароматы, поэтому пусть будет. Еще взяла две такие сахарницы, мне кажется, смотрится очень стильно, почему нет. Ну и, естественно, кофе, он там очень выгодно получается. Такая упаковка у нас стоит ровно в два раза дороже, чем можно заказать систему, поэтому, ой, систему, что я говорю, с Trendyol можно заказать намного дешевле, поэтому я сразу беру где-то четыре упаковки. Иногда даже шесть. В тот раз соседке подарили одну упаковку. Не то, что подарили, просто дали, почему бы нет. Но то, что я вам показала с Trendyol, все это я заказала, все это у меня в дороге. Как только придет, возможно, во влогах буду вам частично показывать. А этот день у меня прошел достаточно скучно, чисто шоппинг на кровати, и мы здесь с Твиксиком решили поспать. На этом все, спасибо, что досмотрели, пока! Субтитры сделал DimaTorzok